я напомню друзья с вами по-прежнему канал город запорожье запорожье сейчас проходит акция автомайдан около 15 запорожских активистов сторонников майдана двигаются по городу и расклеивают листовки на которых изображены герои майдана погибшие герои майдана вот мы побывали сегодня за городом в пригороде вернее запорожье совсем недалеко это на районе бородинского района великий луг где стоят особняки там были поклеены акции листовочки участниками автомайдана потом мы побывали на одном из адресов том же районе по словам богдана василенко там проживает запорожский кто-то из запорожской областной прокуратуры кто-то из высокопоставленных чинов ну и сейчас у нас впереди третий адрес третья точка маршрута мы не знаем что это за точка куда нас ведет богдан потому что только богдан знает когда мы едем сохраняет это в тайне сейчас мы находимся на острове хортица вот мы двигаемся по какой-то второстепенной дороге вокруг нас лес прекрасная здесь такая вот очень интересная местность сосенки вот здесь делаем остановочку ну что продолжаем трансляцию я наверно здесь выйду из машины чтобы быть быстрее и чтобы показывать вам сразу непосредственно с места событий где мы находимся и что здесь происходит с вами виталий дзюба канал 30 стиви здесь у нас остановка запорожского автомайдана сейчас будем выяснять национальный заповедник хортица мы видим богдан куда мы приехали это поскольку я знаю как является каким-то временным жилищем для милицейского начальства так и тренировочной определенной базой то есть той же милиции вот здесь был когда-то еще до того пришел губернатором червоненков здесь был детский санаторий легоченко санаторий этот выселили в район металлургов самый чистый у нас дышат чистым воздухом теперь милиция и поскольку это милицейское начало ну национальное заповедник хортица это же директор максим остапенко правильно да ну а у максима остапенко мы можем какой-то комментарий получить кто все-таки здесь живет например и не пробовали связаться с нет то есть то что здесь все время даже жил серба лично эта информация имеется вот а на коммуне все оформлено то есть что это сейчас за юрий лицо какое-то к сожалению за матрицу действительно у максим остапенко можно было бы ей поинтересоваться а какой-то адрес вот тут в этой точке есть потому что мы видим надпись просто национальный заповедник хортица но он же большой да по сути вся хортица это национальный заповедник то есть адрес точно нам неизвестен да правильно ну ребята здесь что здесь забор активисты санаторий детский уже давно не находится давно так да здесь вот забор активисты клеят свои плакаты надпись национальный заповедник хортица государственная по сути территория но по словам богдана василенко здесь какие-то высокопоставленные чины все-таки проживают а также есть какая-то тренировочная база не знаю что это за тренировочная база и вот богдан сказал что здесь также определенное время жил владимир серба это генерал серба это главный милиционер запорожской области глава обл.вд вот такие плакаты здесь поклеены на плакатах изображены погибшие в ходе событий в киеве связаны с майданом вот сергей сергей нигоян вот михаил жизневский вот плакат где сразу пять портретов погибших вот так же юрий вербицкий то есть адреса у этой территории нет до такого это юридическому то есть не знаю да где как это как это назвать с вами виталий зуба 30 привет присоединяйтесь к нам стрим стримки для нас тоже богдан какой план дальше как люди получается по преображенского мосту поднимаемся по металлургов и по проспекту едем уже тоже с такой же скоростью 25-30 километров в час на на точку стартовать до фестивальной до фестивальной куда вы сразу скажите автомобилистам где парковаться давайте парковаться давайте тогда на фестивальной около было перед дозу меня прогоняемся поэтому к сожалению я смогу поехать и не разрываемся где возле оба администрации по правой стороне там же остановки вот я же говорю по левой стороне как развернулся и там развернулся скажите еще такая вы собирали сегодня посетить родственника вот по тем слухам сергей ребятам которые должны были это сделать и что информации никакой тогда давайте попробуем вдруг есть информация чтобы мы успели проинформировать да это речь идет о сергея синенко которым распространяются слухи что якобы вчера он погиб и он сгорел в своем автомобиле нам также стало только что известно что богдан василенко связи с дефицитом времени уже не будет участвовать дальше в этом автопробеге вот ну а тем не менее активисты автопробег продолжают и собираются его завершить на площади фестивальная где также будет проведена какая-то акция олег антон вы здесь вот а так а указать поедет вот вот Ну, наберете меня, не выходит на связь. Толь, возьми, пожалуйста, телефончик у Эдуарда. Наберете меня, я как только информация будет, я обязательно начну. Через сколько? Где-то через часа три. Часа три, да? Да, думаю, за часа три я уже что-то... Ну, то есть на фестивальном... Анатоль, запиши, пожалуйста, Эдуарда телефон. Есть, да, есть. Значит, ребята говорят, что на фестивальную едут, и уже, собственно говоря, акция закончилась. То есть, конечная точка на фестивальную, но по словам организатора уже вот этой колонны с Автомайдана, уже ничего происходить не будет. То есть они приедут на фестивальную и должны разъехать. Ну, и через три часа мы должны будем получить информацию, все-таки проверенную, о судьбе Сергея Синенко, о котором распространяются сейчас слухи, что якобы вчера он погиб, сгорел в собственном автомобиле. Вот один из активистов, Эдуард, взял на контроль этот вопрос, и он будет прозванивать родственников, пытаться выйти на родственников, которые... Осторожно сейчас ударитесь. Осторожно ударитесь сейчас. Ну, здесь такое небольшое, что чуть не ударился, в самом деле. Вот, ребята, так что через несколько часов мы вам сообщим информацию по Сергею Синенко. Ну, а я напомню, мы находимся на острове Хортица, территория национального заповедника Хортица. Здесь также были поклеены плакаты вот на заборе. Ну, по словам Богдана Василенко, якобы здесь проживал одно время Владимир Серба, это главный милиционер Запорожской области, а также здесь находится какая-то тренировочная база сейчас. Вот, и якобы здесь также проживают какие-то чиновники. Ну, въезд здесь закрыт, здесь все обклеено, поэтому, конечно, было бы хорошо получить комментарий на этот счет у директора заповедника Максима Остапенко. Я думаю, что информационное агентство Тезис Информ это сделает, и мы дадим какую-то официальную информацию, подтверждающую слова Богдана Василенко, либо опровергающую. Ну, а участники автомайдана разворачиваются, и сейчас они направляются на главную площадь города Запорожья, площадь фестивальная, к зданию областной государственной администрации. Там будет финиш автопробега, там тоже будет проведена такая вот небольшая акция, такой вот сбор. Ну, а Богдан Василенко покидает автопробег, в связи с дефицитом времени он уезжает куда-то на другое по своим каким-то делам. Вот, мы продолжаем прямую трансляцию, с вами канал Тезис ТВ. Оставайтесь с нами, мы следим за событиями. Оставайтесь с нами, мы продолжаем. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.